Знаете, я вот хочу сказать, что если у нас общество будет постоянно вгоняться от пессилизм подобного рода выступлениями, то нам не то, что в Европу, нам точно надо, так сказать, взять лопатку, зарыться и ползти на кладбище. А то вы уже получали платежку за тарифы или еще не получали? Это первое. Второе. Я хочу сказать, что у нас есть очень позитивный момент за последний месяц. У нас наконец-то в Украине начал проявляться принцип неотвратимости наказания. Именно поэтому самоубийство регионалов стало понятным, потому что люди поняли, что теперь за нарушение закона будут наказывать. Так застрелился Пиклушенко, которому готовился приговор за разгон Евромайдана в Запорожье, когда десятки людей стали инвалидами. Так выбросился из окна Чечетов, которому предъявили обвинение. Он понял, что в этот раз он уже не отбрехается к 2005 году, не отмажут. Так произошло с мэром Мелитополя Вальтером, которому прокуратура предложила 14 лет тюрьмы за грабеж предпринимателей. В Украине началась ответственность должностных лиц, чиновников за те преступления, которые они начали делать. И это из факта. Дело прокурора, дело прокурора, дело прокурора, который вымогал у человека 100 тысяч долларов. На прошлой неделе за 50 тысяч долларов взятки прокурора, одной из прокуратур города Киева. Процесс очищения власти идет, процесс иллюстрации власти идет. Мы за год, и у нас не было армии год назад, мы за год создали эту армию, которая уже способна хотя бы защищаться и, так сказать, отстаивать территорию Украины. Ничего этого не было. Давайте поэтому говорить как есть. Мы создали в этом году бюджет для армии, для того, чтобы ее укрепить. И тем не менее, несмотря на все прости Путина, мы защищаем. Себя вы убедили. Продолжение следует...